Привет, ребятушки! От веток до электрических зубных щеток люди чистили зубы со времен еще древних египтян, в 5000 году до нашей эры. Хотя, вроде как археолог Карен Харди утверждает, что еще первобытные люди чистили зубы, так как она нашла в их зубах остатки древесины. Ну, типа они грызли палки, чтобы избавиться от застрявшейся еды, а не то, что они грызли палки, чтобы избавиться от голода. Хотя, возможно, они грызли палки, чтобы избавиться от застрявших палок, которые они грызли, чтобы хоть что-то поесть. Но что, если взять и перестать чистить зубы вообще? В первые же минуты, после очередной трапезы, остатки пищи и влажной среды из вашей слюны создают идеальную среду для выживания бактерий. А именно, стрептококов. Стрептококи – одна из самых распространенных бактерий, обнаруживаемых в дыхательных и пищеварительных путях, особенно в полости рта, носа и в толстом кишечнике. Но не очкуйте, они как гребаные гремлины, а обычно не вредны. Пока они не получат сахар или белок из остатков пищи, после которого у них сносят башню и они начинают образовывать налет. Слизистый слой биопленки, который можно почувствовать на зубах, когда вы типа случайно забыли почистить зубы. И по прошествию целого дня, эти бактерии умудряются образовать значительное количество этого налета. Этот налет на самом деле помогает бактериям прилипать к зубам, что позволяет им производить еще больше зубного налета, вызывая цикл накопления бактерий и зубного налета. Через неделю все это накопление вызовет довольно серьезный, неприятный и пи***ц какой отвратительный запах изо рта. Не говоря уже о том, что зубной налет начинает затвердевать и образовывать зубной камень, из-за чего зубы становятся желтыми. Ну а так как бактерии расщепляют сахар с образованием молочной кислоты, то на этом этапе вы также наносите значительный ущерб и зубной эмали, твердому минерализованному внешнему слою зуба, до тех пор, пока вы этот слой нахер не сломаете. Через месяц на ваших зубах образуются дыры под названием кариес, которые становятся все глубже и глубже. И если их не лечить, то все это приведет к гингивиту, ранней форме заболевания десен. Все из-за того, что иммунная система атакует ваши десна и зубы в ответ на накопление бактерий. Ну а типа знаете, мстит вам так. С иммункой вообще лучше не шутить, она сразу начинает херачить по организму, не разобравшись. Так вот, ваша полость начнет заполняться гноем, жидкостью, богатой между прочим белком с мертвыми лейкоцитами. И ваши десна будут чрезвычайно чувствительны в этот момент. Будут красными при любом прикосновении и кровоточить при любом значительном давлении. Итак, в итоге пройдет год и у вас появится парадонтит. Внутренний слой десны и кости начнет разрушаться ферментами и отделяться от зубов, образуя тем самым карманы, в которые будет полно всяк херни, как в карманах вашей куртки. Ну там остатки пищи и бактерий. Все это будет заставлять вашу иммунную систему работать с перегрузкой и разрушать ваши десна и связки. Что и приводит к развитию этого самого парадонтита, когда зубы расшатываются и начинают выпадать. Но это еще не все. Если не чистить еще дольше, то проблема может распространиться далеко за пределы вашего рта. Например, попасть в кровь и вызвать воспаление во всех ваших органах и увеличить вероятность эректильной дисфункции, рака головы и шеи, хронических сердечных заболеваний и даже развития деменции. Так вот, если не чистить зубы вовсе, да еще и жрать при этом все подряд, то зубы у вас будут в разы хуже, чем у того же первого гомосапианца. Из-за того, что вы едите сейчас то, что содержит куда больше всяких обработанных пищевых продуктов, а особенно сахара. И у вас более ускоренная питательная среда для бактерий, нежели в его время. Ну а с вами был я, Брок из Академии Брокколи и чистите зубы, ребятошки. Ну что ж, если видео, как всегда, вышло интересным и познавательным, то с вас лайкуськи, подписульки, репостянеры и комментариусы. Субтитры сделал DimaTorzok